МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Торжественное открытие конкурса традиционно прошло в Центре культуры и досугах Рафиацвнеев. В зале собрались руководители ядерного центра, члены жюри, участники и приглашенные гости. Конкурс профессионального мастерства «Золотые руки» проходит в юбилейный 60-й раз, но его главная цель остается прежней – выявить талантливую рабочую молодежь и помочь ему совершенствовать свои профессиональные качества и навыки. Государство перед нами ставит важнейшие задачи, но мы тем руководителям, специалистам, мы все четко уверены в том, что у наших работников, у наших специалистов, инженеров, рабочих золотые головы, золотые руки, и все те задачи государственного оборонного заказа, заказы от энергетики будут выполнены. Но, тем не менее, квалификацию необходимо все время совершенствовать, и поэтому наш конкурс как раз и предназначен для решения этой задачи. С каждым годом это соревнование профессионального мастерства становится все популярнее. Число конкурсантов растет. В этот раз в «Золотых руках» приняли участие 173 человека из 11 подразделений ядерного центра и 6 из Саровского политехнического техникума имени Бориса Глебовича Музрукова. Каждому в любой профессии необходимо признание, что он хороший специалист, что он лучший. И сейчас тот конкурс, который сегодня, будет подтверждением этому. Сразу после торжественного открытия все участники и члены жюри разъехались по своим рабочим местам. Конкурсные мероприятия были организованы сразу на нескольких площадках городообразующего предприятия. Самые массовые соревнования прошли в цехах завода в НЕВ. Здесь за звание лучшего боролись слесарь механо-сборочных работ, радиомонтажники, токари и фрезеровщики. Роман Белухин работает в ядерном центре с 1999 года и уже не раз принимал участие в соревнованиях. Уже сбился со счет какой раз? С 2012 года. То есть заводские, городские. А почему? Для повышения авторитета. Из года в год число желающих принять участие только увеличивается, поэтому среди конкурсантов проводится внутренний отбор в отделениях и на заводах. Для одних самым сложным становятся сами задания, другим трудности создают собственные эмоции. Для меня волнение. А вот начнешь работать, уже как бы оно проходит. Справиться с внутренним волнением не менее важно было и тем, кто пробовал свои силы в номинации монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Люди этой профессии работают с мелкими радиоэлементами, резисторами, диодами и конденсаторами. А значит, чтобы справиться со своим заданием, им необходимо быть максимально собранными. Каждому выдана заготовка в виде печатной платы, выданы электрорадиоэлементы, которые они должны смонтировать на печатную плату по чертежу. С учетом всех требований ГОСТов и конструкторской депутации. Задания предназначались для двух категорий. В номинации молодой рабочий в возрасте до 28 лет и мастер для рабочих старше. В взрослой категории на монтаж элементов выделяют 1 час 20 минут. У младшей группы задания чуть проще, но и времени меньше – всего час. Опоздать с выполнением работы можно, но максимум на 15 минут. При этом за каждую минуту с конкурсанта снимают один балл. Но скорость выполнения не главная. Главное – качество работы и ее соответствие ГОСТам. В первую очередь правильность установки радиоэлементов. Мы, как я подготавливаю конкурс, делали такие узкие моменты специально. Они должны увидеть эти острые моменты и правильно поставить элементы. В номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» приняли участие 23 человека. В этом году среди конкурсантов оказались и нижегородцы – сотрудники Научно-исследовательского института измерительных систем имени Седокова, которые совсем недавно пополнили ряды работников ядерного центра. Денис Гоголев стал одним из тех немногих, кто решил побороться за звание лучшего в своей профессии. И, как признается Денис, если не обращать внимание на некоторые мелочи, задание, выданное на конкурсе, мало чем отличается от его повседневной работы. Прокладки там, эти из бумаги, у нас обычно это не используют, без прокладок ставят. А так элементы все те же, посты все те же используются. Вполне нормальные. В принципе, как у нас в институте также проходит конкурс. Еще одной новинкой этого года стало появление номинации «Инженер-конструктор». Инженерам-конструкторам нужно смоделировать трудотельные модели по выданным чертежам, создание рамных конструкций, создание анимации, фотореалистики, сборочный чертеж в соответствии с требованиями СКД. То есть, в основном, вся работа, которой мы занимаемся, плюс дополнительные параметры на знание полного функционала САПР-системы, в которой выступают участники. Задания для этой номинации сделали приближенными к соревнованиям «Атомскилз». Поэтому конкурсантам предстояло решать интересные и нестандартные задачи в сложных условиях. Мы привыкли все пообдумывать, продумывать, выставлять, все четно-скорпулезно делать. И поэтому на создание у нас деталей уходит очень много времени, в плане того, что мы их продумываем очень хорошо и много. А «Атомскилз» подразумевает именно конструирование во стрессовой ситуации. Стрессовая ситуация обоснована тем, что действительно мало времени, разноплановые задания, то есть задания действительно из разных областей конструирования. Так как у нас в ней специфика такая, что каждое отделение специализируется по чему-то одному, и люди вынуждены, до этого не видели заданий таких, то есть они раз, металлоконструкции, а никто и раньше не делал металлоконструкции, что такое швейлер-уголок, некоторые так приблизительно знали, что они есть, а никто никогда их не проектировал. А тут надо раз и сразу раму сделать или какую-то ферму построить. Николай Грачев – бывший участник «Золотых рук». Сегодня он уже член жюри. Николай не понаслышке знает, каково это – работать в стрессовой ситуации. Два года подряд он был участником «Атом Скиллз», поэтому принял активное участие в разработке заданий. Когда приехал как участник, конечно, было страшно. То есть стрессовая ситуация, правда, была колоссальная, чертежей было очень много, невероятное количество. То есть ты сразу в панике, не знаешь, что делать, за что браться. Это, конечно, было сложно в первый раз. Когда приехал, участвовал второй раз, конечно, уже я был подготовлен, знал, что меня ждет. И со второго раза я все же занял третье место, в принципе, хорошо выступил. Но там действительно создается такая стрессовая ситуация. Но мы постарались перенести немножко сюда, чтобы они тоже это ощутили и поняли, что их ждет. Торжественная церемония награждения проходила в молодежном центре. В актовом зале собрались победители и призеры, и те, кто в свое время занимал первые места на золотых руках, а уже сегодня по праву считается ветераном конкурса. И, конечно, эксперты, которые оценивали работу участников. Начальники технологических групп, ведущие инженеры, мастера, всего в состав жюри вошло 69 человек. Оценить и выбрать лучших в каждой номинации им оказалось непросто. Конкуренция была достаточно жестокая, жесткая. Даже до сегодняшнего дня были там среди конкурсантов вопросы, почему это не я, почему кто-то другой. И сегодня еще до обеда мы, по крайней мере, заседали на жюри. На конкурсе «Золотые руки» участники выполняли не только практические задания, но и отвечали на теоретические вопросы. А это значит, что все, кто в этот вечер выходил на сцену, доказал, что он умеет работать руками, при этом собирает те или иные детали не на автомате, а делает это осознанно, соблюдая все правила и ГОСТы. В этом году мы решили немножко усложнить задание именно в отношении теоретической подготовки. Усложнили чуть-чуть, и это достаточно заметно. То есть призеры за прошлого года уже с большим напряжением отвечали на эти вопросы, потому что вопросы были более новые, современные. По итогам конкурса были определены лучшие рабочие по профессиям токарь, фрезеровщик, слесарь механо-сборочных работ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, оператор станков с программным управлением, электросварщик ручной сварки. Также благодарственными письмами наградили членов жюри и всех тех, кто помогал в организации конкурса. Директор КБ-11. Один из организаторов отечественной оборонной промышленности и создателей новой военной техники. Дважды герой социалистического труда. Лауреат Ленинской и двух государственных премий. 11 октября в день рождения Бориса Глебовича Музрукова, руководители и ветераны ядерного центра по традиции почтили его память. И возложили цветы к мемориальной доске на административном здании и бюсту на театральной площади. Вспомнить об успехах в работе, достижениях и лучших человеческих качествах знаменитого руководителя КБ-11 Бориса Глебовича Музрукова в день его рождения собрались его коллеги, ученики и сотрудники градообразующего предприятия. Молодым он стал главным металлургом Кировского завода. Был директором Уралмарша в тяжелое военное время, решал проблему поставки танков на фронт. Был директором комбината «Маяк» и решил задачу поставки нашего основного специального материала. Но для нас Борис Глебович – это легендарный директор. Именно под руководством этого человека с 1955 года по 1974 год секретное КБ-11 превратилось в мощнейшее предприятие, которое сегодня носит гордое имя «Арфиацмнеев». В эти годы из конструкторского бюро были сформированы площадки производственные, испытательные. Были созданы расчетные базы. И тем самым был заложен надежный фундамент и крепкая опора, стержень для тех задач и для нашего развития, которые мы сейчас решаем. Борис Музруков считал, что завод, основное производство – это зеркало института. Именно по срокам сдачи в эксплуатацию изделий судили и о работе теоретиков, и конструкторов, и инженеров. Как уже здесь говорилось, что мы обязаны сроками создания нашего ядерного оружия, в том числе и таланту, организаторским способностям Бориса Глебовича, это истинная правда. По воспоминаниям современников, Борис Глебович Музруков был не только превосходным руководителем и организатором. Всегда находясь в курсе всех событий, которые происходят на вверенной ему территории, он не менее пристальное внимание уделял и проблемам своих подчиненных. Я лично обращался к нему по поводу жилья. Через две недели получил квартиру, потому что я жил в дни вероятных условиях. Четверо в однокомнатной квартире за крупным ребенком, а работал день и ночь по 12 часов. Еще одной положительной стороной Бориса Музрукова, как руководителя, стала открытость для любых предложений и вопросов от коллег и подчиненных. Я хочу подчеркнуть, что доступность Бориса Глебовича по любым вопросам. Я работал в полноэкономическом отделе, и мы, инженеры, старшие специалисты по экономике, по производству, спокойно к нему заходили в кабинет, записываясь в предварительного секретаря. Никаких проблем вообще нет. В 114 день рождения возле памятника в театральном сквере много говорили и про достижения Бориса Глебовича в работе, его новаторские подходы и внедрение методик планирования работы с помощью ЭВМ. Нас он посылал в командировки. Я, например, ездил в Венград на Северный Пресс. Там уже эта система начала внедряться. И он очень-очень уделял много этой проблеме вопросов. Потому что планирование – это очень сложный вопрос. Собравшиеся на митинги ветераны РФЯЦ ВНЕФ и действующие сотрудники городообразующего предприятия отметили, что Борис Глебович был одним из тех, кто приблизил победу над фашистской Германией в 1945 году. Но самый весомый вклад в оборону страны он сделал, организовав работу над созданием ядерного щита. В период чуть больше одного года мы сумели подготовить наш ядерный центр, сумел подготовить, изготовить и провести испытания более чем 70 образцов новых термоядерных зарядов. А термоядерное оружие на тот период являлось гарантией защиты нашего отечества ядерного сдерживания от всяких посягательств. За свою трудовую деятельность Борис Музруков внес значимый вклад в развитие не только ядерного оружейного комплекса страны, но и в социальную и культурную жизнь нашего города. Был дважды героем социалистического труда, лауреатом Сталинской и Ленинских премий, а также награжден множеством орденов и медалей. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями городообразующего предприятия на сайте www.trainownev.ru и в эфире канала «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго и до встречи.